Продолжается наш утренний эфир и сейчас мы поднимем очень серьезную тему. В результате разрушительных природных и техногенных катаклизмов, вооруженных конфликтов и вспышек опасных заболеваний миллионы людей во всем мире нуждаются в помощи и поддержке. О неравнодушном отношении Беларуси к страданиям других в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий поговорим с официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгением Барановским. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Евгений, ну вот завтра, 19 августа, во всем мире будет отмечаться Международный день гуманитарной помощи. Что для МЧС значит этот праздник? В этот день принято отмечать вклад тех, кто работает в гуманитарной деятельности, приходит на помощь людям в трудную минуту, оказывает им поддержку, спасая жизни. Республика Беларусь в этой области занимает весьма активную позицию. С 99-го года мы оказали гуманитарную помощь 76 раз, 32 государствам. Весьма динамично сотрудничаем с различными зарубежными аварийно-спасательными ведомствами, международными организациями. Мы являемся надежным партнером системы организации объединенных наций. Вот за эти годы, можно сказать, что наша страна сформировала очень позитивный гуманитарный имидж. И поверьте, это не высокопарные слова. Оценивая нашу систему, национальную систему чрезвычайного гуманитарного реагирования, а ее оценивали неоднократно международные эксперты, можно сделать вывод, что Республика Беларусь – это та страна, которая не на словах, а на деле готова прийти на помощь пострадавшему государству в случае чрезвычайной, либо иной кризисной ситуации. А вот давайте, кстати, подробнее разъясним, в каких случаях оказывается гуманитарная помощь. Случаи абсолютно разные. Здесь, наверное, лучше говорить на каких-то конкретных примерах. Вот, к примеру, нашему братскому украинскому народу неоднократно оказывали помощь в различных ситуациях. В 17-18-е годы в результате военизированного конфликта на востоке Украины оказана гуманитарная помощь. В 2020 году уже произошло крупное наводнение. Направили гуманитарный груз с оборудованием для ликвидации его последствия. В связи с настоящим военно-политическим кризисом также оказывалась помощь. В Турции на сегодняшний момент наши авиаторы оказывают помощь в тушении лесных пожаров. В начале этого года Кубе морским транспортом направили гуманитарную помощь. Так далеко? В принципе, логистика, извините, я вас перебью в этом вопросе, не имеет значения. То есть мы как достаточно близким государством можем оказывать помощь, так и далеким. Она имеет значение, безусловно, с точки зрения технического значения. Но вместе с тем, да, ареал оказания помощи Республике Беларусь, он очень широкий. И вот как раз-таки Кубе направили помощь в связи с тем, что страна испытала экономический продовольственный стресс в связи с санкциями Соединенных Штатов Америки. До этого, к примеру, совсем близкий период времени, в конце прошлого года Вьетнаму направили гуманитарную помощь для преодоления последствий пандемии. Вот эта вот поддержка, эта помощь иностранным государствам, что это дает конкретно нашей стране? Ну, кроме имиджа, о котором вы уже сказали. Вы знаете, я вот с самого начала не сказал, но вот Всемирный день гуманитарной помощи, он ведь олицетворяет позитив, не так ли? Но вот начало этот день берет с очень мрачных, трагичных событий. 19 августа 2003 года произошел теракт в Багдаде в штаб-квартире миссии ООН, в результате которого погибло большое количество человек, пострадало очень много, включая работники ООН. И, отвечая на ваш вопрос, хочется задуматься, а можно ли прийти от этого негатива, утраты, к созиданию? Преследуя какие-то меркантильные корыстные цели? Наверное, нет. Наверное, нет. Ведь это свойственно нам, белорусам. Более 80 лет назад мы столкнулись с ужасной агрессией со стороны фашистской коалиции. Победили в этой войне, сохранив в себе любовь, добро и веру в светлое будущее. Мы смогли преодолеть самую страшную техногенную катастрофу в истории человечества. Чернобыль, конечно, все помним. Выбрав свой независимый путь развития, мы столкнулись с политическим и экономическим давлением со стороны коллективного Запада. И, несмотря на это, мы находим возможность помогать другим странам, приходить на помощь другим людям за рубежом. То есть это та помощь, которую не нужно просить? Это не та помощь, которую не нужно просить. Понимаете, в этом сложном, неоднозначном мире, оказывая гуманитарную помощь, помогая другим людям, мы дарим надежду. Да. А она бесценна. Ну, а все-таки есть вещи, которые, наверное, можно каким-то образом измерить. Вот я понимаю, что для того, чтобы занимать вот такую вот активную позицию в области гуманитарной помощи, нужны, конечно же, ресурсы. И технические, и кадровые. И мы хорошо знаем, что сегодня МЧС готова реагировать на любые чрезвычайные ситуации у нас внутри страны. А вот какой потенциал у нашего ведомства по оказанию помощи за рубежом? Как это происходит? Да, то есть сколько человек в этом участвует? Возможно, какой-то пример вы нам можете привести? Возможности большие. Потенциал очень серьезный, и мы его постоянно развиваем. Здесь, на самом деле, очень много можно говорить на эту тему. Я выделю некоторые аспекты, очень важные. Республиканский отряд специального назначения, ЗУБР, который аттестован по стандартам организации объединенных наций, как международный поисково-спасательный отряд тяжелого класса. Таких отрядов, таких подразделений в мире всего 35. Что это значит? Группа специалистов, всего их 66 человек, оснащенная современным оборудованием, техникой, готова реагировать в другую страну в течение 10 часов с момента получения запроса о помощи. В любую точку земного шара. В любую точку земного шара. Там логистика прорабатывается, международная система, она очень интересная и очень компактная. И вот уже там, на месте чрезвычайной ситуации, до 10 дней автономно, то есть в режиме самостоятельного жизнеобеспечения, выполнять поисковые, аварийно-спасательные и другие неотложные работы в самых сложных экстремальных ситуациях. При этом применяя передовые технологии по единым международным стандартам. Наша авиация МЧС, которая себя хорошо зарекомендовала в части тушения лесных пожаров за рубежом. А сейчас такая засуха, что, конечно, это, к сожалению, актуальный вопрос, актуальная проблема. Конечно. И у нас есть наши международные передовые наработки, которые мы применяем здесь, в Беларуси и за рубежом в том числе. Сводный отряд МЧС, также есть механизмы направления подобных подразделений за рубеж для ликвидации крупных антропогенных либо стихийных чрезвычайных ситуаций. Поэтому возможности большие, но здесь нельзя говорить только о потенциале МЧС, потому что мы являемся, да, координаторами вопросов оказания гуманитарной помощи, но не являемся единственным участником. Сегодня только благодаря тесному взаимодействию и поддержке со стороны других ведомств у нас есть возможность на высоком уровне обеспечивать чрезвычайное гуманитарное реагирование. И сегодня, в преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи, я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогает нам помогать другим. Евгений, спасибо вам большое. Но я напомню, что прямо сейчас мы разговаривали с официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгением Барановским.